Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Таня и добро пожаловать на мой канал о парфюмерии. Сегодня я вам расскажу о парфюмах, которые дарят мне хорошее настроение. Честно признаться, когда я по утрам открываю свой парфюмерный шкаф, вижу все свое богатство, ощущаю все эти перемешанные запахи всех духов, вижу разнообразие этих флаконов, у меня сразу поднимается настроение. Но есть такие случаи, когда совсем пакостно на душе, и тогда именно эти парфюмы меня всегда выручают. Кому интересно, оставайтесь со мной, всем приятного просмотра. Девочки, у меня сегодня лилии, натуральные, настоящие лилии. Вы просто не представляете, как они пахнут. Открываю комнату, где они стоят, и запах, такое впечатление, знаете, как будто бы надушили какими-то духами с лилией, с белыми цветами. Вот такие они пахучие, тоже поднимают настроение. Во-первых, красиво, во-вторых, запах классный. Так, потом, уже в комментариях мне пишут, что Татьяна, все ли у вас хорошо, у вас не было уже 5 дней. Да, девочки, не было меня, потому что на моей основной работе сейчас очень много у нас заказов. Я очень много работала. У нас в Израиле приближается такой большой праздник, как Еврейский Новый Год. Естественно, что заказывают очень много духов, косметики на подарки. У нас есть различные наборы. Заказывают, мы оформляем, все посылаем людям. Очень много. Но это хорошо. Я люблю, когда много работает, потому что потом очень приятно получать зарплату. Зарплата больше, премия больше. Так, ну ладно, давайте приступим. И первый парфюм, это Dolce Vita от Dior. Сам флакон, как только открываешь шкаф, он выделяется. Такой ярко-желтый цвет, цвет апельсина, что ли. Вот когда вы смотрите на апельсин, да, как-то у вас всегда поднимается настроение. Но этот парфюм не об апельсине, он у персики, у абрикоси, корица, ваниль здесь, белые цветы. В базе, как всегда, ветивер, древесные ноты. Но он очень позитивный. Вот просто я сижу его и вдыхаю. У меня и так было хорошее настроение, но у меня еще поднимается больше. Очень красивый, сочный такой парфюм. Знаете, он может быть немножко несовременный, но я не скажу, что он ретро. Довольно-таки универсальный аромат. И я думаю, тоже для каждого возраста он подойдет. Какое время года, я думаю, что, наверное, лучше зима, осень. Ну, такая вот, как у нас в Израиле. На минус я не знаю, не могу вам сказать. Ну, вот, когда уже прохладно, ветерок дует. И может быть, у вас какое-то настроение в связи с этим, с дождями. Когда промозгло, у вас настроение понижается, этот аромат очень хорошо его поднимает. Dolce Vita Dior. Так, следующий парфюм это Гипноз от Lancome. Не знаю, у меня какие-то ассоциации с этим парфюмом с детством. Все парфюмы, которые у меня ассоциируются с детством, у меня вызывают хорошее настроение. Ванильный. Мне этот аромат напоминает вкус каких-то вот таких конфеток. Какие-то карамельки были ванильные и немножко с кислинкой. Гурманский, можно сказать, этот аромат. Но он не очень такой, знаете, назойливый. Он не плотный, он довольно-таки легкий. Тоже, наверное, уже сейчас не современный в наше время. Потому что сейчас такие совсем другие направления. Не такие вот легкие. Старая французская школа. Он довольно-таки легкий парфюм. Тоже, я думаю, на каждый день и на любой возраст он подойдет. Абоняю его и настроение поднимается все выше и выше. Боюсь, что я сейчас взлечу. Очень-очень люблю этот парфюм. Еще один парфюм, который поднимает мне настроение. Так, дальше. Хаяти. Атар коллекшн. Многие говорят, что несерьезный аромат. Да, может быть, он несерьезный. Но этот аромат вот точно уносит меня в детство. Это малина. Это ананас. Это взбитые сливки. Это мороженое малиновое. Как я вот уже про него рассказывала. Вот оно мне напоминает. Знаете, был такой пломбир. И он был розовый, малиновый. И вот точно запах этого пломбира. И сам цвет, да. Когда плохое настроение. Вот прям он зажигает так вас. Поднимает вам настроение. Сам цвет флакона очень красивый. Так, дальше. Соскандал Жан-Поль Готье. Флакон этот мне тоже поднимает настроение. Знаете, какая-то такая бесшабашенность. Молодость. Немножко, ну как сказать, немножко несерьезная. Да, вы с этим, ну кажется, что вот когда вы смотрите на этот флакон, что-то какие-то вот ассоциации вот с молодостью. Вот такой он игривый парфюм. Это малина, тубероза. Яркий, тоже сочный он. Тоже такой он позитивный. Вот малина разбавила всю эту сладость. И как я его полюбила. Обожаю этот парфюм. Девочки, тоже не лето. Не лето, ветерок, осень. Наверное, осень. Так. Куда? Так, наверное. Что-то как-то я сегодня сделала, чтобы полочку вам не видно. Заставила цветами. Ну ладно. Может быть вот так вот, чтобы видно было. Так, да, вот. И буду ставить на полочку, чтобы было видно. Так. О, все видно, да? Теперь класс. И цвета красивые. Не знаю, гипнотика какой-то. Вот он потом со временем, у меня был один. Он со временем потом темнеет, какой-то другой цвет становится. Сейчас вот такой-то серовато-голубой. Не очень цвет. Так, следующий. А, хаять еще забыла поставить. Видно, да? Так, все видно. Теперь прекрасно. Следующий парфюм, который мне поднимает настроение, это Солнечная Орхидея от Tom Ford. Вот этот парфюм зимой точно вам поднимет настроение. Я им, так, извиняюсь за шум, у нас вечером начинают без этих вот заглушек ездить мотоциклисты. Окна открыты, чтобы немножко прохладно было, извиняюсь. Так. Я летом им активно пользовалась, то, что он летом очень красиво раскрывается на солнце. Но зимой он вам придаст хорошее настроение. Это запах солнца. Горячего пляжа, горячего тела. Вот я вот прям так вот вдыхаю, так мне он ощущается. А вообще здесь взбитые сливки, орешки или фисташки, или что-то вот такое вот. Тубероза. Очень красивый парфюм, но он до такой степени горячий. И я не знаю, вот он мне придает хорошее настроение. Что могу сказать? Летом он раскрывается очень красиво в жару, но время, я тоже думаю, наверное, его осень, когда вам хочется поднять настроение, вот этим парфюмом вы пользуетесь и вспоминайте лето. Может быть, ваш отпуск, горячий пляж, горячее, разгоряченное тело, вода. В общем, классный парфюм, который мне тоже очень поднимает настроение. Так, следующий парфюм – это «Дикие груши» от «Монталь». Этот парфюм мне тоже поднимает настроение вот на старте. Все вы, наверное, ну, многие знаете, это самый такой, наверное, популярный парфюм от «Монталь». запах грушевой газировки. Яркий, сочный такой. И сразу у вас бац, и настроение поднялось. Вы вспомнили, может быть, детство, холодную вот эту газировку, когда мы пили грушевую и были очень счастливы. Вот. Но знаете, чем мне нравится этот парфюм? Что, наверное, не каждый может выдержать, да, вот напор вот этой вот сладкой грушевой газировки. Ну, я имею в виду в парфюме напор вот, чтобы носить его целый день. Этот парфюм «Трансформер», знаете, такой, он потом утихает, утихает, пахнет нежной грушей, ванилью, уже не такой яркой газировкой. Ландыш здесь есть и цветок гвоздики. Он становится немножко тоже такой несовременный, но мне это и нравится, что сразу я получила, знаете, такой всплеск эмоций. Потом он утих и очень даже носибельный на целый день. Время, я тоже думаю, осень. Его время осень. Хотя летом я тоже им пользовалась, и он меня абсолютно не душил. Так, следующий парфюм – это поэма от Lancome. О, этот парфюм, я когда его вдыхаю, я не знаю, может быть, это я такая фантазерка, но когда я его вдыхаю, я попадаю в какой-то райский цветочный сад. Здесь все цветы, здесь и желтые, и белые цветы, и фрукты, и персик, и слива здесь есть. Он, ну, медовый. Вы знаете, как будто бы вы попадаете в какой-то сад. Я ощущаю себя даже, знаете, не человеком, а бабочкой какой-то или пчелкой, которая летит на мед, на все эти цветы. Очень, очень он позитивный. Но время, я тоже думаю, осень или весна. Зимой, честно, девочки, не скажу в минус, как он даже раскрывается. Если будет у меня такая возможность куда-то полететь зимой, где будет минус, где будет холодно, я обязательно возьму, отолью все свои парфюмы, которые бы я хотела проверить в зиму, и я их обязательно протестирую на минус. Вы знаете, даже зимой мы в Европу летим, там не холодно, там нет минуса. Мы сколько летели, летали, тоже дождь, ну, максимум, плюс 5, 2 градуса тепла. Даже на минус даже мы никогда не попадали зимой. Поэма от Lancome. И сама жидкость, да, тоже такая красивая, медовая, он очень сладкий, парфюм шлейфовый, такой статусный, тоже, мне кажется, возрастной, немножко несовременный, но он прекрасен. Так, и последний парфюм, вот это, девочки, настоящий мой антидепрессант. Я не знаю, что там в нем намешано, но когда у меня депрессия, ну, знаете, как депрессия, конечно, депрессию вы парфюмом не вылечите, ну, хандра, да, можно назвать, какая-то хандра, которая у вас длится день, два, три, и тогда я пользуюсь только этим парфюмом, независимо от времени года, куда я иду, я всегда наношу его. Это психоделическая любовь, психоделик лав от Initeo. Для меня он сладкий, ванильный, здесь я чувствую белый шоколад, иланг, иланг, сладость такая, знаете, он очень сладкий, он очень такой, как вам сказать, позитивный, в плане того, что вот он поднимает вам настроение, знаете, чем? Вот этой сладостью, шоколадом, шоколадом какой-то, каким-то вот кондитерским, белым, которым поливают вот тортики, и когда вы видите этот тортик со сливками тоже, совсем, то у вас, понимаете, настроение хочется скушать, и вот я когда в этом парфюме, мне все время представляются вот эти вот шоколадные, какие-то белошоколадные тортики. и я читала тоже, что иланг-иланг, он очень активно используется в ароматерапии, он, как успокоительное средство, рекомендуется вдыхать вот эфирные масла вот этого цветка, не знаю, девочки, что, как он на меня, что здесь намешано, но это просто мой антидепрессант. так, вот они все парфюмы мои, которые поднимают мне хорошее, поднимают мне настроение, дарят мне счастье, позитив, вспоминаешь детство, рассказывайте, какие парфюмы вам дарят хорошее настроение, может быть, я прислушаюсь к вам, и тоже протестирую какие-то ароматы, и у меня будет еще один парфюм для хорошего настроения. Все, девочки, мальчики, заканчиваю. Лайки, не забывайте ставить лайки, пожалуйста, вам ведь не трудно, а мне приятно. Всем пока-пока, всех целую, всем хорошего настроения, и, конечно же, всех с Новым Годом. Хак самех! Субтитры сделал DimaTorzok